и смотреть. Ну что, многие учителя начинают с того, что ОГЭ не поменялось в этом году. Ну, понимаете, это мы, учителя из года в год, видим одно и то же, а вы, это ОГЭ, видите в этом году первый раз. Поэтому такой урок у нас будет первый вводный, где я вам расскажу о том, как выглядит экзамен ОГЭ, какие задания вас ждут, посмотрим демо-версию, я покажу, что же там под каждым номером прячется, и некоторые задания сегодня мы порешаем. Ребята, я всех рада видеть, может быть, кто-то есть, кто занимался у меня на курсе восьмого класса, на курсе седьмого класса, напишите, пожалуйста, может быть, мы с вами уже знакомы. Ну, а тех ребят, которых я вижу впервые, рада познакомиться, и сейчас немножко будет вводная информация для тех, кто подключился на курс. Так, ребята, значит, наш курс с вами рассчитан на учебный год. Вот мы с вами сегодня начинаем 9 сентября, и вот так каждую неделю будем встречаться, и у нас всего запланировано 45 занятий. У нас будут занятия по понедельникам, вот каждый раз в 19.00, и через раз, через неделю, как бы, будет у нас практикум, он будет проходить в пятницу в 16.00. Все время московское, поэтому если вдруг вы в другом часовом поясе, проследите, пожалуйста, и посмотрите, подстройтесь. Продолжительность занятий 2 академических часа, но вообще академический час это 45 минут, поэтому вот и получается полтора часа. Значит, мы с вами, возможно, уже вы записались на курс, и уже мы с вами присоединились к чату Телеграм. Ребята, кто записался на годовую подписку, те уже должны были получить ссылку. Если ссылки на чат Телеграм нет, то попросите, пожалуйста, на сайте тьютера дежурного преподавателя, напишите, что вы занимаетесь на курсе ОГЭ, чтобы вам сбросили ссылку, пожалуйста. Все нормально, да? Меня видно, меня слышно. Я и должна быть в уголке, а основная информация будет у вас на доске. Вот я рада, что есть ребята, кто уже у меня учился, вот Лео, я вас помню. Так, Полина, все нормально, видно, слышно? Напиши, пожалуйста. Иван, тоже очень рада вас приветствовать. Но я двигаюсь дальше. На курсе, для тех, кто новенький, у нас будут онлайн-вебинары, такой формат занятий. Вот урок в 19-м уже как сегодня, поэтому первый урок знакомительный, бесплатный, чтобы вы могли посмотреть, в каком формате проходят уроки, и если вас все устроит, уже подключиться на курс. За записи все сохраняется, поэтому вы можете пересматривать наши уроки. Со мной вы можете общаться во время занятия с помощью чата. Ребята, если не загрузилась, то, не знаю, может быть, кликните на экран, где у вас висит заставка. Возможно, просто вы не запустили сам урок. Глеб, попробуй, пожалуйста, так. После каждого урока и после основного, и после практикума вас ждут домашние задания. Вот если еще в 7-8 классе можно где-то отлынивать, где-то не выполнить домашку, то я вас очень прошу, это наш совместный труд, просто прослушать лекцию этого мало, надо обязательно все отработать. Поэтому домашнее задание обязательно к выполнению. Конечно, у нас нет таких жестких правил, что там одно домашнее выполнено, вы отчислены. Здесь более лояльно, но все равно вы должны понимать, что у вас есть дедлайн. То есть вы должны эти задания домашние выполнить. Может быть, вы не успели на неделе, но вы можете вернуться к этим заданиям и их обязательно выполнить. Получается, что у вас будет больше, например, чем в 8 классе было домашних, потому что и после основного урока, и после практикума у вас будут задания, которые надо отрабатывать. Да, без ДЗ никак. Кроме этого, уже все по-серьезному. Вас ждут пробники с ручной проверкой. Когда мы с вами более-менее уже нарешаем задачи в первой части, я буду вам давать для самостоятельного решения пробники, которые потом вы будете отсылать обратно, и мы будем их проверять. Для того, чтобы могли контролировать наш процесс обучения. Цель, я думаю, у многих это сдать на положительную оценку. Я уверена, что вы многие способны сдать на пятерку, на четверку. То есть это не такой суперсложный экзамен, где я бы сказала, ну, это неподъемно сдать, например, на 4. Вы все, если будете работать в течение года, точно справитесь. Кроме этого, дополнительно еще предусмотрены уроки по профориентации. Возможно, что кому-то это поможет определиться. Дополнительные материалы я буду пытаться сбрасывать в чат Телеграм, но вы помните, что к уроку всегда будет прикреплена презентация, по которой идет урок. Я знаю, что многие до урока любят скачивать презентацию и по ней идти, решать параллельно со мной, потому что там уже будут все задания написаны. Кто-то, кто, например, не приходит на онлайн, они скачивают презентацию, сами решают, потом смотрят урок, например, даже на быстрой прокрутке. В общем, ребята, если мы с вами поднажмем и постараемся, и поработаем усердно в течение года, то вас всех ждут хорошие оценки. В чате Телеграм вы можете общаться со мной напрямую. Если у вас какие-то технические вопросы, то вы можете писать куратору. Вверху там есть закрепленное сообщение, и вы можете найти ссылку на чат именно с куратором. Так что пишите, не стесняйтесь, общайтесь между собой. Это, кстати, очень приветствуется. Задавайте вопросы мне, друг другу. Просите помощи всегда работать вместе с кем-то в связке. Интереснее, веселее и очень даже хорошо. Ну что, теперь переходим к ОГЭ. На ОГЭ вас ждут какие задания? Тестовая часть. В этой тестовой части у нас будут 5 практикориентированных задач. Я думаю, вы уже наслышаны про те самые печки, шины и так далее. Многих сразу начинают в начале года пугать. Все нормально, не пугайтесь. Это будут 5 заданий. По каждому заданию мы с вами поработаем. Мы не с них начинаем, а мы их будем чуть-чуть позже разбирать. 9 заданий по алгебре с 6 по 14 и 5 заданий по геометрии с 15 по 19. Все задания оцениваются в 1 балл. В тестовой части вы не расписываете решение, то есть вы можете решать на черновике, в бланк вы пишете только ответы. Вторая часть – час с развернутым решением. Вы уже должны будете показать свое решение. Там 3 задачи по алгебре, 3 задачи по геометрии. Все задания оцениваются в 2 балла. Вы набираете эти первичные баллы, потом их переводят в оценку. Значит, на выполнение работы отводится 3 часа 55 минут. Времени предостаточно, чтобы хорошо справиться с работой. И важная информация, что все задания будут взяты из банка ФИПИ. Конечно, он может быть в течение года обновляться, но все равно ориентир – это банк ФИПИ. Я все свои задания на уроках беру вначале из банка ФИПИ, но если понимаю, что этого мало, то я еще что-то дополнительно буду вам подсовывать, так скажем. Но ничего необычного мы не ждем. Все уже давно известно. Осталось только это отработать и получить хорошую оценку. Если вы решаете всю тестовую часть, вы уже получаете четверку. Самое опасное – это вычислительные ошибки. Часто ребята знают, как решать задачу, но вот валятся на обычных вычислениях. Поэтому мы с вами давайте обсудим, как решать задания на ОГЭ. Вам уже, наверное, в ближайшие недели будут подсовывать пробники в школе, чтобы вы решали на оценке, как я вам рекомендую действовать. Вот эти первые 5 задач, они очень трудоемкие. Ну, первая обычно простая, но все равно там огромный текст, надо его прочитать, понять. Потом уже отвечать на вопросы. Так вот, с первого по пятую – это трудоемкие задачи. И они обычно связаны друг с другом. Например, во второй задаче ты что-то посчитал, а потом с помощью этой информации ты решаешь третью, четвертую и так далее. И вот часто, когда ребята начинают с первой задачи, они уже к пятой задаче все выдохлись. И если была какая-то ошибка в номере 2, то все, потом пошло-поехало, ребята расстроены, а у них еще впереди целая куча заданий. Поэтому моя рекомендация следующая. Вот если бы я шла сдавать ОГЭ, я бы действовала именно так. Я бы начала именно с номера 6. Потому что здесь каждая задача сама по себе. Вычисления, там еще что-то и так далее. Я бы шла с 6 по 19 номер. А потом бы, когда эти все задачи решила, у меня уже достаточно большой комплект, я уже на тройку так точно нарешала, я бы потом вернулась бы к первой и пятой задаче. И вам рекомендую так действовать. Вот попробуйте, когда у вас будет ближайший пробник, идти именно так. Далее. Когда вы решаете, вам удобно не по черновику искать свои ответы. А вот как я сказала, сделайте такую табличку, вот как у меня. Ну, это у вас займет буквально пару минут, сделать такую таблицу. С 1 по 19 номер. И когда вы решили задачу, вносите ответ в свою табличку. Если что-то не смогли решить, ставьте прочерк. И когда вы будете переносить свои ответы в бланк, вам гораздо проще уже с этой таблицы делать перенос. Потому что когда ребята начинают искать по черновику, что они там нарешали, что у них получилось, в каком номере, бывает такое, что ответы съезжают, не находят свои ответы, какие-то промежуточные результаты пишут в бланк и таким образом теряют драгоценные баллы, хотя задачу они решили потом вспоминать, что правильно. То есть это моя вам рекомендация, это то, как бы решала я. И если вы вдруг какое-то задание пропустили и будете переносить в бланк, если вы переносите не из таблицы, вы можете, как я уже сказала, сместить ответы. То есть пропустить, что вы 17-й пока не сделали, и, например, ответ из 18-го перемести в 17-й номер. С 19-го в 18-й. То есть вот эта ошибка тоже такая бывает. Про шкалу перевода. На тройку нам достаточно решить 8 заданий. Но будьте аккуратны. Не менее 2 баллов за геометрию. Такое требование есть. Геометрия... Многие вот хотят вылезти только на алгебре. Ребята, без геометрии никуда, и в первой части она достаточно простая. Поэтому будем разбирать все основательно, чтобы вы эти 2 балла по-любому заработали. Если вы набираетесь с 15 по 21 баллу, это уже будет четверка. И 22 балла, и выше, это уже пятерка. Вывод. Если в первом номере 19 заданий, то вы можете решить всю первую часть и еще какие-то 2 задачи из второй части. Причем где-то, может быть, даже вам 1 балл снимут. Или в первой части вы можете 1 балл потерять. То есть 22 балла у вас будет вся первая часть и плюс 2 задачи из второй части. И вы уже набираете нужные баллы. Но всегда старайтесь по максимуму, потому что часто в первой части где-то что-то теряется, во второй по оформлению к вам могут придраться, и все, потерялись баллы, хотя вы могли вполне рассчитывать на пятерку. Ну что, в общих чертах я вам рассказала. Теперь давайте перейдем к демо-версии. Сразу предупреждаю. Вот то, что в демо-версии, это пока только проект. Чуть позже, ближе к Новому году, выйдет официальная демо-версия. Но, как показывает практика, она ничем особо отличаться от вот этого проекта не будет. Если на уроках вы будете решать пробники, возможно, ваш учитель будет брать варианты прошлых лет или будет вам сам составлять задание, он может вам не дать вот прям вариант в таком виде, в котором он есть в идеале. Часто ребята говорят после первых пробников, как это так, нам не дали никаких справочных материалов. Еще раз повторю, что на уроках вам могут справочные материалы не давать. То есть учитель вам усложняет жизнь. Но на реальном экзамене все будет точь-в-точь, как в демо-версии. А в демо-версии очень крутые справочные материалы. И часто, когда ребята вообще все забывают от стресса, даже формула дискриминанта есть, корней. Есть теорема Пифагора. Есть, в общем, все, чтобы вы, если что-то забыли, открыли эти справочные материалы и решили. Давайте посмотрим по алгебре. Формула корней. Как раскладывать квадратный трехчлен. Как находить у параболы вершину. Все это есть. Потому что, когда мне ребята начинают говорить, я забыл формулу, открываем и смотрим. И задача решается. Ну, это я буду конкретно уже указывать, когда мы по заданиям пойдем. прогрессия, формулы сокращенного умножения тоже имеются. У нас есть свойства квадратных корней, свойства степеней. Все подробно в справочных материалах вам дано. Таблица квадратов тоже может пригодиться. Давайте тогда посмотрим часть алгебры. А потом, когда перейдем к геометрии, я покажу справочные материалы по геометрии. Ну что, ребята, я попрошу вас работать со мной параллельно. Давайте попробуем решить несколько заданий. Сегодня мы смотрим, что нам составители в демо-версии предлагают. Значит, по дедлайну домашних заданий, таких дедлайнов, как я уже сказала, что через неделю вас из группы удаляют, такого нет. Больше, конечно, тут на вашей ответственности все, но я буду периодически напоминать, что надо сделать домашнюю, надо сделать домашнюю. Вот так. По пробникам будет более жестко. Когда будем писать, у вас будет неделя на выполнение. Четко вот в эти даты надо будет сдать. Там более жестко, конечно. Ну что, вот смотрите, шестое задание. Я ей предлагаю именно шестого номера начинать решать. Это какое-то примерное вычисление. Ну, вроде как, мы такое решали в пятом-шестом классе. Представьте выражение в виде дроби со знаменателем 70. Давайте пробовать. 3 пятых минус 2 седьмых. Если мы находим разные дроби, то мы находим общий знаменатель. Давайте пробовать. Какой будет общий знаменатель? 5 и 7 – это простые числа, поэтому общим знаменателем будет их произведение. 5 на 7 будет 35. Тогда дополнительные множители. Сюда семерка, сюда пятерка. И тогда 3 на 7 – 21, минус 2 на 5 – это 10. Отлично. То есть 11 тридцать пятых. Но смотрите, как составители хитрят. Вот многие подумают, что надо уже это как-то писать в ответ. Некоторые даже умудряются вот так запихивать. В тестовой части ответом может быть либо целое число, либо десятичная дробь. То есть надо либо перевести в десятичную дробь обыкновенную. Никаких приблизительно не пишем, если об этом не написано в задаче. И если что-то не получилось, перечитывайте условия задачи. Не может такого быть, что составители ошиблись. Смотрите. Просят-то в виде дроби со знаменателем 70, а у нас 35. Вот Лео уже написал. Отлично. Царь горы. Правильно подмечено. Мне нравятся такие ники. Для того, чтобы знаменателем стал 70, надо домножить на 2. Тогда будет действительно 70. Но если ты домножаешь числи и знаменатель, то будь любезен умножить и числитель. И у нас получится 22,7. А в ответ просят не дробь написать, а числитель полученной дроби. И ответ тогда будет 22. Вот это мы пишем в бланк. Все эти вычисления на черновике, а сюда пишем только 22. То есть они пытаются на простых заданиях как-то хитрить, так формулировать, чтобы человек растерялся. Если он не прочитает задачу, он просто ошибется на этом простом задании. Хорошо. Вот мы с первым номером уже разобрались. В номере 7. Тут, конечно, несколько вариаций есть. Я буду все это показывать, когда мы конкретно по номерам пойдем решать. Здесь может быть координатная прямая, где надо, например, расставить числа по порядку. Либо сопоставить числа, записанные в виде иррациональных чисел. То есть иррациональные числа на координатной прямой. Здесь, например, надо понять, какое из чисел отмечено на координатной прямой вот этой жирной точкой. То есть тут работа с числами и с координатной прямой. Ну давайте подумаем, как мы это можем задание выполнить. Да, действительно, в бланк мы пишем только номер, ответ, а никакую дробь не пишем. Вот, например, у Кирилла 1, значит, мы бы в бланк 1 написали. Давайте подумаем, как мы это можем решить. Проблема в том, что тут дроби даны в виде обыкновенных, а здесь это у нас десятичные дроби. Поэтому, чтобы не было конфликта, чтобы мы что-то понимали, надо, наверное, обыкновенную перевести в десятичную. Но это не так просто, когда нет калькулятора. Но бывает иногда тут всё проще, чем ты думаешь. Вот я понимаю, почему вы первый ответ выбрали. Потому что одиннадцать девятых – это уже одна целая и две девятых. Там тринадцать девятых – это тоже одна целая и уже будет, получается, четыре девятых. Ну, тут тоже, да. А у нас число, которое нас интересует, оно до одной целой находится. То есть пять девятых – это единственное число, которое меньше одного. Поэтому действительно это правильный ответ. Вот в демо-версии предложено очень простое задание. Сразу хочу сказать, в домашнем задании, к сегодняшнему уроку. Ребята, если вы вдруг первый раз на наших курсах, то вот вы зашли на сайте Tutor Online, и у вас есть такая сверху плашка «Домашнее задание». Вы после урока нажмёте и сможете приступить к выполнению. Также будет доступна видео-версия разбора этого домашнего задания. Ещё хотела попросить, так как сегодня трансляцию можно смотреть и на Рутубе, и в ВК, я не могу вот во всех этих платформах смотреть чат. И если вдруг вы что-то пишете в ВК, я вас очень попрошу, зайдите на сайт Тьютора, и именно на Тьюторе пишите, вот я там чат читаю. Вот это будет, конечно, удобно. Вот я просто посмотрела, что там некоторые ребята пишут, да, вот я новенький, меня зовут Влад. Влад, я параллельно там не могу на ВК отвечать на вопросы, поэтому, пожалуйста, очень попрошу вас, зайдите на сайт Тьютор Онлайн, зайдите в личный кабинет, зарегистрируйтесь, и первый урок, он там доступен сразу. То есть в курсы заходите, потом курс девятый класс, начать бесплатно там будет написано, и вы заходите на наше первое занятие. Ну что ж, двигаемся дальше. И восьмое задание – это будет что-то связанное либо со степенями, либо с иррациональными выражениями. Есть задание попроще, есть посложнее. Вот сегодня, вот в этой нынешней демо-версии, они, кстати, немножко поменяли демо-версию по сравнению с прошлым годом. Задание, я вижу, что посложнее. Хочу предупредить, не стоит сразу подставлять эти числа вместо букв. Вначале вы пытаетесь с помощью свойств степеней, а они есть в справочных материалах, упростить это выражение, а уже потом подставлять. Ребята, если вы уже подключились на курс, то вам эта ссылка должна была прийти либо, наверное, на почту, либо в чат от дежурного, от дежурного преподавателя. Вы же при регистрации какой-то телефон указывали, вот на этот номер. Если вдруг ссылки на чат ТГ нету, вы, находясь на сайте Тютер Онлайн, у вас есть такой чат, такие облачки такие висят, вы зайдите в этот чат, и там дежурный преподаватель ему напишите, что вот вы занимаетесь на курсе ОГЭ, вам нужна ссылка на чат ТГ. И вам, вы, наверное, там запишите, скажете свой номер, и вам ссылку эту спросят. Давайте попробуем упростить выражение. Какие здесь свойства нужны? Вот здесь, Б в четвертый и в третий, мы помним, что при возведении степень в степень показатели степеней будут умножаться, то есть 4 умножаем на 3, Б в двенадцатый. Если у вас выражение произведения и за этим произведением стоит степень, то вы возводите в степень каждый множитель, каждую букву. Далее можно попробовать что-то посчитать, опять же, с помощью свойств степеней. Например, Б может взаимодействовать с Б, причем тут даже они сокращаются, потому что степень одинаковая, и А взаимодействует с А. При делении, потому что между ними вот эта дробная черта, показатели степеней вычитаются, поэтому будет А во второй, и получается, что нам надо теперь только взять ту самую А и подставить. 3 во второй – это девятка. Б даже не понадобилось. Ну как? Мне кажется, что вполне решаемо. Если вы вдруг подзабыли свойства степеней, мы с вами все это на уроках будем повторять, вспоминать. Вполне реально выполнить это задание. Еще один балл у нас в копилочку. В номере девятом вас ждет какое-то уравнение. Ну, какие уравнения у нас бывают? Линейные, квадратные. Только, внимание, квадратные могут быть полные, неполные. Вот тут аккуратно, потому что полные обычно все умеют решать, любят дискриминантом многие работать. А неполные вот там идет путаница, теряют корни. Мы тоже будем каждый вид уравнений вспоминать. Я вам дам какие-то схемы для того, чтобы у вас чуть что было перед глазами, вы вспоминали, как это надо выполнять. Данное уравнение мы можем выполнить с вами по формуле корней квадратного уравнения. То есть давайте я попробую через дискриминант. Хотя можно здесь и с помощью специальных правил, с помощью теоремы Виетта. Я не знаю, обычно люди делятся на два типа. Кто-то любит Виетта, кто-то дискриминант. Давайте по традиционному, по дискриминанту. Дискриминант В квадрат минус 4 АС. Если забыли формулу, в справочных материалах она тоже будет. Но в основном все это знают. То есть минус 3 в квадрате. Вот наш коэффициент В. И обратите внимание, что я его беру со знаком, с минусом, и возвожу целиком в квадрат. Поэтому минус всегда будет пропадать, если он в руках есть. Минус 4 на 2 и на 1. 9 минус 8. Значит, дискриминант равен 1. Отлично. Если уже есть корни, правильно. Теперь посмотрите, что бы вы написали в бланк на всякий случай. И х1 – это минус В плюс корень дискриминант делить на 2А. И второй корень – это минус В минус корень дискриминант делить на 2А. Осталось только аккуратно все подставить, потому что знаю, что формулы знают. Но как-то иногда при подстановке со знаками путаются. Минус В – это значит, что ты берешь противоположное число. Поэтому тройка плюс корень дискриминант. Если у меня дискриминант единица, то корень из единицы будет 1. И делю на 2А, значит, это на четверку. Потому что, видите, 2 умножить на 2. И мой корень – это единица. А второй корень минус В – это опять же тройка. Минус 1. И делю на 4. Получается 2 четвертых. Или 1 вторая – 0,5. Если просят от нас меньше из корней, то в ответ мы напишем 0,5. 0,5. То есть два корня получилось, но мы перечитываем вопрос задачи и пишем именно то, о чем спрашивают. Более сложная ситуация – это когда у вас, например, какой-то корень не подходит. И на самом деле, если корень не подходит по ОДЗ, какие-то есть проблемы с этим корнем. Например, он делает знаменателе 0. Или под корнем дел – это отрицательное. Тогда мы его как бы не учитываем. Но в ОГЭ таких многоходовок нет. В основном это что-то такое стандартное. Тоже обратите внимание, номер 9. Хорошо, несложно. Мы сможем повторить все виды уравнений, потренироваться. Я вам дам схемы по решению квадратных уравнений. Или там уравнений с линейных и уравнений с дробями. И с этим номером тоже все в порядке. Номер 10 – это задание по теории вероятности. Причем эта теория вероятностей классическая. Та самая, где формула хорошая делит на все. Вот многие эту формулу проговаривают. Вот я ее всегда говорю. Это упрощенные такие фразы. Хорошая на все. Ты читаешь задачу, смотришь, что от тебя хотят. Это есть хорошая идея лишь на все, что фигурировало в этой задаче. Ребята, вы там пишете с запятой, и в каждую ячейку отдельный символ. То есть 0,5. Вот так. Вообще в бланке у вас там будет пример, как вы записываете. Как в русском языке надо писать, как в математике. Пишем понятно, потому что система будет расшифровывать ваши записи, и стараемся делать как бы так жирно, чтобы все читалось правильно. Так, в магазине констоваров в продаже 100 ручек. То есть это и есть ваше все. Все, 100 ручек. А что же для нас хорошее? Давайте читать. Вот из этих 100 ручек 37 красные, 8 зеленые, 17 фиолетовые, остальные синие и черные. И мы с вами не знаем, сколько синих, сколько черных. Но сказано, что их поровну, и сказано, что это остальные. Я думаю, что это вообще простая арифметика. Мы сейчас сможем посчитать, сколько там синих и черных. Верно? Как действуем? Я думаю, вы все знаете. Мы от 100 отнимем те ручки, которые мы знаем. Вот у нас есть 37 красных отнимаем, 8 зеленых отнимаем, 17 фиолетовых у нас получается 38 осталось. И если мы пополам делим, то у нас по 19 будет синих и 19 будет черных. Вот мы уже определили, сколько каких ручек было. Теперь вопрос. Найдите вероятность того, что случайно выбранная в этом магазине ручка окажется красной или черной. То есть хорошими для вас являются красные, это хорошие, и черные, это хорошее, и то, и то хорошее. А сколько этих хороших, красных и черных? Мы без проблем посчитаем. Красных 37, черных 19 оказалось. Вижу ваш ответ, но почему-то они у нас расходятся. Почему у одного один ответ, у другого другой. Давайте-ка перепроверять. Красных 37, вы тут будете аккуратны. То, что надо посчитать. 19 у нас черных. Итого получается хороших ручек 56. 37 плюс 19. И всего 100. Значит, 0,56. То есть я думаю, что... Лео правильно считал, но вычисления подвели. Правда, 37 плюс 19 все-таки 56, а не 46. Опять же, эту задачу можно отнести к простым. Любой из вас, если потренируется, эту десятую задачу точно сможет решить. Вот это даже одна из самых сложных задач, вот мы сейчас решили. Другие там прям сразу на поверхности. Сколько у вас хороших и сколько там все. Нет никаких процентов. Внимание, здесь ответ только десятичной дробью. И ответ у классических, вот здесь вот в этих классических задачах, он меньше единицы. Если вдруг получилось у вас 56, это будет неправильно. Так что подмечаем это. 0,56 и будет правильным ответом. У меня, кстати, был парень, причем это в ЕГЭ, что-то ему вдруг взбрело, и он в процентах начал писать ответ. Но благо это было на пробнике. Ему сказали еще раз, что так не пишем, потому что не засчитали просто эти задания. Он после этого больше таких ошибок не делал. Только так пишем ответ. Номер 11. Это задача про функции. Вот многие в этой номере страдают, говорят о том, что функции это их нелюбимая тема, они ничего не понимают, ничего не знают. Но здесь, опять же, не такие сложные задания. Когда мы дойдем до этого номера, до номера 11, я вам все хитрости про функции расскажу, покажу. Как отличить формулы и графики друг от друга, как у однотипных графиков отличать, где какая картинка. Абсолютно не сложно. Мне многие жаловались в предыдущие годы, что, ой, ну вот этот 11 номер я вообще не знаю, вообще не решаю. После нашего урока просто на автомате решали такие задачи. Сегодня пока давайте, это несложное задание, дано в демо-версии. В чем суть? Когда ты смотришь на формулу, у тебя что-то понятно про х. Вот если в формуле х стоит с квадратом, то это всегда будет парабола. Ну, как выглядит парабола, я думаю, мы все знаем. Поэтому это пункт А не мог быть ни 2, ни 3, потому что тут х квадрат. Не может х квадрат дать прямую, не может х квадрат давать, как на третьей картинке, гиперболу. Если есть деление на х, то это всегда будет гипербола. Если же там х, и он умножается на какие-то числа, там к нему числа прибавляются, то есть вы не пугайтесь, что тут деление какое-то присутствует. Вы всегда смотрите на х, и если он умножается на какое-то число, или к нему что-то прибавляется, это всегда будет линейная функция. Умножаться х может и на дробь вполне, но все равно это всегда будет прямая. Но это наиболее простая задача, где разные формулы, разные картинки. Обычно с этим проблем нет, а вот когда уже однотипные формулы, однотипные картинки, там уже больше проблем. Но мы все это будем разбирать. То есть А1, потом 2, ой, нет, извиняюсь, Б, Б это 2, и В это 3. В бланк мы пишем только вот эти номера, то есть 1, 2, 3. Но у вас к этому номеру будет табличка, которую вы заполняете, потом выписываете сами номера. Никаких запятых я здесь не пишу между числами, просто как набор цифр. Вот такой 11 номер. Номер 12. Это задача с формулой. И это тоже не самый сложный номер. Эта задача обычно либо сводится к вычислениям, либо к решению уравнения. Все зависит от того, что нужно найти в формуле, а что известно. Функция 3 – это обратная пропорциональность, а графиком этой функции является гипербола. Гипербола. То есть обратная пропорциональность, когда у вас деление на х и гипербола. Когда будем во второй части строить графики функций, хоть в прошлом году и дали поблажки по оформлениям, я все равно буду топить за то, чтобы мы каждую функцию распознавали. Потому что до этого проверяющие коллега Ященко, когда разбирали работы, четко и ясно говорили, что а как это вот к этой формуле не написано, что тире пора было. Как же он понял, что она будет вот так выглядеть? Потом это немножко, скажем так, облайтовили, сказали, что уже не будут так придираться, но все равно лучше уж так. Все подробно написать. И пусть лучше на это... Это не надо было писать, а мы это написали, чем мы не напишем, а это надо было. Ну, на самом деле, ну как физика? Нет, вам же не надо самому вспомнить эту формулу. Здесь формула дана. Да, она может быть из физики или еще из какой-то дисциплины. Тут именно смысл в том, что вы берете эту формулу, читаете по тексту, какие вам даны величины, подставляете в эту формулу и находите то, что от вас хотят. Вот, например, говорят, что энергия заряженного конденсатора, это вот это В, это и есть энергия заряженного конденсатора. С это емкость конденсатора, У это разность потенциалов на обкладках конденсатора. Да, что-то там сложное, непонятно, нам вообще это не важно. Главное понять, найдите энергию конденсатора. Энергия конденсатора, давайте по тексту посмотрим, энергия конденсатора, это и есть W, вот это, мы его будем искать. емкость минус 10 в минус 4 емкость это c то есть мы понимаем что вот эту цену до удалить так скажем да и вместо нее написать 10 в минус 4 фарад а разность потенциалов равна 12 то есть я вот вместо вот этого у вписываю 12 то есть я просто тупо беру формулу из нее вот эти буквы скажем так убираю и в них вписываю ту информацию которую мне дали и хочу найти вот ту самую w и здесь задача сводится к правильным вычислениям вот на чем могут попасться ребята попытаться сократить 12 и 2 хотя это нельзя сделать потому что если вы вспоминаете порядок действий в начале ты обязан сделать степень потом уже всякие умножения деления а потом уже плюс и минус если мы начнем тут влазить и сокращать мы сразу сделаем ошибку поэтому надо например 10 минус 4 ну как-то лень трогать да пока мы не может быть забыли что это такое но 12 квадрате это не проблема это 144 или даже ленитесь ребята вот берите пример с меня вот я вычислениях полный полная лень у меня немного помедленнее хорошо давайте ребят еще раз 12 задача это задача с формулой смысл сводится к тому что вы читаете задачу находите формулу вам ее не надо знать наизусть вам не надо там из физики вспоминать вы просто нашли выписали себе и смотрите что вам надо найти из этой формулы а что вам дано нам дано что надо найти энергию конденсатора энергии конденсатора это double в то есть надо найти double в вот емкость 10 минус 4 а что такое емкость в этой формуле емкость это c поэтому я вместо c вот вместо c подставляю эту информацию 10 минус 4 вот мне сказали что это 10 минус 4 я вписала разность потенциалов равна 12 вольт разность потенциалов обозначается в этой формуле буквой у вот написано да значит вместо у я подставляю число 12 в эту формулу вместо у я пишу число 12 то есть вот у 12 c 10 минус 4 и получилось вот такая вот запись w равно 10 минус 4 умножить на 12 квадрате делить на 2 теперь надо просто это посчитать в чем проблема в том что есть степени умножения и деления чего начать порядок действий у нас строго такой вначале делаешь степень потом умножение деления потом плюс минус и если я например пока подзабыла что такое 10 минус 4 но 12 квадрате это несложно посчитать 12 на 12 можно в таблице квадратов глянуть или просто написать 12 умножить на 12 и я могу сделать сокращение 2 и 12 сокращается же правда 12 же могу поделить на 2 будет 6 и вот что у меня остается 10 минус 4 на 12 и на 6 можно 12 умножить на 6 это будет 72 но надо все равно вспоминать что такое 10 минус 4 если вы видите отрицательную степень на числе минус он переворачивает число что значит перевернуть вот есть число надо его перевернуть а если у этого числа нету числителя и знаменателя что переворачивать тогда многие ребята говорят если у числа нет знаменателя это значит что этот знаменатель равен единице то есть например 5 это 5 первых 7 это 7 первых так поэтому когда вы видите число без знаменателя и вам говорят переверни это значит надо впереди вверху написать единицу отрицательная степень она переворачивает число если число выглядит как дробь например две третьих то отрицательная степень она просто перевернет эту дробь будет уже три вторых во второй то есть минус перевернет степень возведет неоднократно вот такой стишок предлагала ребятам запомнить что минус перевернет степень возведет кому-то это конечно смешно это и так понятно и так ясно но для кого-то вот эта палочка вручалочка такой вот стишочек запомнить минус перевернет степень возведет итак что такое 10 минус 4 переворачиваю это будет 1 делить на 10 в 4 и умножить на 72 согласитесь здесь 4 это уже несложно 10 4 это 10 на 10 на 10 на 10 то есть это у нас будет 10000 и 72 делить на 10000 опять же несложно потому что когда вы делите на круглую единицу типа там на 10 на 100 на 1000 вы просто смотрите сколько у вас нулей вот у меня четыре нуля из конца числа начинаете переносить запятую вот если бы была запятая я бы переносила настолько нулей в левую сторону если запятой нет значит она как будто бы стоит в конце числа и 4 переноса 1 2 3 4 и ставлю запятую все пустые ячейки заполняем нулями и в итоге будет ноль целых семьдесят две десяти тысячных тоже тут главное не ошибиться с нулями раз у вас четыре нуля то у вас и четыре цифры после запятой лео нолик один забыт до кирилл отлично потому что мы же 10 4 это четыре нуля значит и 4 переноса делаешь вот такой получился результат так полина все понятно ребята тоже пишите если вдруг какие то есть вопросы какие то комментарии буду пояснять объяснять если степень после переворота до степень остается только минус переворачивает минус перевернет а степень возведет степень какая была она будет возводить если я переворачиваю только минус сделал переворот поэтому осталось 10 4 а потом я уже возвожу вообще опять же в демо версии вот в этом году предложены достаточно серьезное задание часто в реальных экзаменах этот номер 12 выглядит проще какая-то более простая формула там нет заморочек со степенями это мы достаточно приличный такой номер сделали но его тоже вполне реально решить в номере 13 будет либо система неравенств либо просто неравенство линейное или квадратная но что-то такого плана то есть что-то про неравенство ну давайте посмотрим вот эту систему которую нам предлагают в демо версии эта система неравенств и часто путаются системы неравенства и систему уравнений такая есть путаница у ребят то есть я попробую может быть лучше будет видно меня вот так если нет лучше не стало лучше я оставлю свет вот так значит если вы решаете систему уравнений это когда у вас есть x и y и само по себе ни первое ни второе уравнение не решается а в неравенствах обратите пожалуйста внимание здесь нет проблем вы можете решить и первое неравенство здесь только x вы можете решить и второе неравенство то есть системах неравенства не надо ничего выражать никаких подстановок никаких сложений как как обычно ребята путаются системах неравенства должен решить первое неравенство решить второе неравенство просто отдельно и свести эти ответы на одной координатной прямой. И вот это вызывает вопросы, как свести потом все на одной координатной прямой. Давайте попробуем это сделать. Первое неравенство, можно так даже отдельно их назвать, единичка и двоечка. Первое неравенство, оно линейное. Линейное это значит, что там нет никаких квадратов, там просто обычный х. И решается оно как уравнение, переносами. То есть 4х больше 8. Я перекинула минус восьмерку направо, поэтому поменяла знак. Х больше, теперь я 8 делю на 4, значит 2. Или больше 2. Кажется, точь-в-точь как у уравнений. Но будьте аккуратны, потому что в неравенствах, если тебе пришлось делить на отрицательное или домножать на отрицательное, надо переворачивать знак неравенства. Вот посмотрите, во втором пункте будет это. Минус 3х больше минус 8, минус 4. минус 3х больше минус 12. И чтобы найти х, мне нужно что? Мне нужно делить на минус 3. Убирать вот эту минус тройку от х. Но если тебе пришлось делить на отрицательное, аларм, тебе надо переворачивать знак неравенства. Было больше, станет меньше. То есть ты перевернул в другую сторону этот вот острие вот это. И получается минус 12 делить на минус 3, это будет 4. Вот вроде бы мы решили 2 неравенства. А где же ответ? Как получить ответ? Надо свести эти два ответа на одной координатной прямой. То есть написать отдельно один ответ. Вот у меня получилось х больше двойки. Где-то здесь на координатной прямой есть двойка. И х больше двойки – это в правую сторону. Потому что больше двойки – это что? Это там 3, 4, 5, 6. То, что в правую сторону идет. Логично. Потом сюда же, на эту координатную прямую, я переношу ответ х меньше 4. То есть есть где-то тут четверка. Она, естественно, правее двойки. И меньше 4 – это что? Это 3, 2, 1, 0, минус 1, минус 2. То есть то, что идет влево. Это меньше. Есть, конечно же, лайфхаки. Это все от ребят идет. Вот многие мне говорят, когда не знают, куда штриховать, что куда острие, туда и штриховка. То есть видите, х больше 2, я штрихую, куда стрелочка указывает, куда острие идет. Вправо. Вот они вправо и штрихуют. Смотрите, если вам так удобно ориентироваться, то почему бы и нет. Или х меньше 4, видите, куда острие идет. Показывает как бы в ту сторону. В ту сторону я и штрихую. И вот в какой-то момент ваши штриховки пересекаются. Ребята, много раз об этом говорила. Не серединка. Вот все так и норовят написать в ответ серединку. От двух до четырех. Все, ура, это ответ. Тут так совпало. Знаете, такой есть мем, юмор. Так совпало. На самом деле вам надо просто общую штриховку. То есть там, где вот тут одна штриховка, тут тоже только одна штриховка. И только в какой-то момент штриховки пересеклись. И вот момент вот этой вот пересечения, или как это назвать, вот решетки, рыба, хвост рыбы, и как это только не называют. Вот момент, где у вас сходится и одно, и второе, одна и вторая штриховка, вот это и будет ваш ответ. Поэтому в данном случае, да, от двух до четырех мы напишем. Но составители знают эту вашу особенность, что вы очень любите серединку написать в ответ. И придумывают так задачи, чтобы штриховка перекрывалась на других участках, а вы все равно серединку пишете. И вот это будет ошибка. В этом году на реальном экзамене была система тоже. Поэтому вот будем, когда с номером 13 работать, будем тренировать. Я буду разные варианты вам показывать. Готово. Тоже номер 13 можно в копилочку себе отметить. Номер 14, он относится к теме, которую вы будете проходить в девятом классе. Это прогрессии. Поэтому этот номер я пропускаю. Пока, хотя многие задачи тут решаются просто руками, без всяких формул, все равно этот номер пропустим. Давайте двигаться дальше. Номер 15, это уже будет геометрия. Поэтому давайте покажу, какие справочные материалы у вас по геометрии. Просто красота. Сумма углов н-угольника, формула есть. Средняя линия треугольника и трапеции. И свойства все перечислены. Вписанная и описанная окружности. Формулы вот эти специальные для равностороннего треугольника. Когда будем на такие задачи натыкаться, я буду обязательно говорить, вот посмотрите, у нас есть формула. Вы можете открыть эти формулы и посмотреть на экзамене. Теорема синусов, теорема косинусов. Правда, здесь смотрите, как это написано. Не сказано словами, что типа теорема синусов. Просто вот перечислено. Дан треугольник и вот эта формула, это и есть теорема синусов, и вот эта формула теорема косинусов. Кстати, вы знаете, что в заграничной математике она не называется теоремой синусов и косинусов, а называется правило. Правило синусов, правило косинусов. Ну, это, конечно, несущественное различие. Длина окружности, площадь круга. Формулы площади есть для всех фигур. Причём не какая-то одна денёшенька, а есть вот прям, видите, и с высотой, и с синусом, и до треугольника. Для ромба формула с диагоналями. Ну, тут, конечно, надо и чуточку что-то понимать, что, например, ромб это параллограмм, у которого, уже хотите захорониться, да, что ромб это параллограмм, поэтому формулы можно применять и к ромбу, а формулу ромба нельзя к параллограмму, то есть причинно-следственные связи. Будем тоже об этом говорить. Да, различия такие всё-таки есть в разных математиках. Прямоугольный треугольник, синус, косинус, тангенс, всё имеется, теорема Пифагора, и есть таблица значений тригонометрических функций. И сразу предупреждаю, как по моему опыту, когда будете писать в течение года пробники, вам вряд ли учитель будет давать эти таблицы. Придётся всё-таки самим вспоминать, и если надо, писать шпаргалки, либо заучивать наизусть. Но на экзамене это будет. Поэтому понимаете, что сможете чуть-чуть подсмотреть. Но, видите, тут не густо, тут только 30, 45, 60, а могут же встретиться углы второй четверти, типа там 120, 135. Но это надо будет нам вспомнить, как можно найти синус смежного угла, косинус смежного угла. Я потом об этом вам напомню. Давайте посмотрим, что нам предлагают демоверсии. Опять же, тут не сказать, что сложные задачи. Вот вы должны понимать, что два балла набрать в геометрии вполне реально. Нельзя опускать руки. Вот первая задача. В равнобедренном треугольнике с основанием АС внешний угол при вершине С равен 123 градуса. Вот вы можете видеть. Найдите величину угла АВС. Ну, ребята, давайте я чуть-чуть вам времени дам порассуждать, подумать. Тут вот все на базовых знаниях держится. Сможем эту задачу решить? Сможем мы один балл набрать? Пишите в чате либо ваши ответы, либо какие-то комментарии, мысли, как бы вы эту задачу решали. Еще хочу предупредить. Что-то многие думают, что они обязаны в первой части решать устно задачи. Типа стесняются брать там черновик и что-то на нем расписывать. Нет, ребята, никто ни вас не заставляет это решать устно. Вы можете все себе расписать подробно. Ну что, я вижу ваши ответы. Есть 66, есть 73. Почему ответы разные? Почему? Какой из них правильный? Давайте выясним. Может быть, с вычислениями где-то что-то напортачили. Первый шаг – это заметить, что вы можете найти смежный угол. Ведь здесь углы смежные, лежат на одной прямой. У них есть общая спинка, так скажем. Ситуация со смежными углами чем хороша? Что их сумма 180 градусов. Вот эта сумма всегда будет 180 градусов. То есть, чтобы найти угол, пускай он будет называться угол С, надо от 180 отнять 123. 57 градусов. Это вот здесь. Но нам-то нужно угол В найти. Как мы дальше действуем? Угол А равен углу С. Почему? Потому что это углы при основании равнобедренного треугольника. Так. То есть, 57 по сути умножаем на 2. 114. И теперь уже от 180 суммы углов треугольника отнимаем, я здесь напишу, отнимаем вот эту сумму, да, 57 плюс 57, так напишу, чтобы было понятно, откуда все взялось. И получаем 66 градусов. 66. В ответ пишем только число. Никаких градусов не пишем. 66. Есть кое-какие, ну, типа лайфхаки, да, такое правило про внешний угол треугольника. Напомню вам, иногда оно хорошо помогает решать задачу. Вот если у вас есть внешний угол, то он равен сумме двух несмежных с ним углов. То есть, вот эти два уголка, которые внутри треугольника сидят, вот они в сумме будут давать 123. Вот так. То есть, чем мы воспользовались? Смежные углы сумма 180 и сумма углов треугольника 180. Вот мы и решили задачу. Один балл. Следующая задача. Вот здесь уже что-то посерьезнее, да. Эта задача, это уже девятый класс. То есть, вы учтите, вы же сейчас пришли, вы только закончили 8 классов. И все-таки в девятом классе же какие-то темы вы будете проходить, новые. И вот, например, шестнадцатая задача, она уже по темам девятого класса. Все предыдущие вы и так могли решить. Видите, в восьмом классе вы проходили эти темы. Восьмой, седьмой класс. Здесь девятый класс. Здесь вам потребуется теорема синусов. Вы будете проходить ее в течение года. И она есть в справочных материалах. То есть, можно будет подсмотреть и применить ее. Теорема синусов. Поэтому эту задачу я пропускаю, пока мы с вами не готовы ее решать. Здесь тема девятого класса. Семнадцатая задача, это какая-то задача на вычисление площади какого-то четырехугольника или, может быть, треугольника. В равнобедренной трапеции основания равны 2 и 8. Все подписано. Один из углов между боковой стороной и основанием равен 45. Вообще прекрасно, когда все на чертеже есть. Найдите площадь этой трапеции. Все задачи на площадь. Площадь проходит в восьмом классе. Держится на знании формул. Формул площади. Но они есть в справочных материалах. Вот я, например, могу подсмотреть или вспомнить, что площадь трапеции это а плюс б делить пополам и умножить на высоту. И я начинаю просто собирать вот элементы, которые в эту формулу надо подставить. Вот а и б это что? Это основание. Я смотрю на задачу, а у меня же это уже есть. 2 и 8. А и б это верх и низ. Все супер. И единственная загвоздка это h. Но мы с вами с восьмого класса помним, что основной прием у трапеции это провести две высоты. Делали мы так, правда? Вот они, те самые две высоты. Они между собой равны, и мы именно вот длину этой высоты хотим найти. Какие приемы здесь используются? Давайте вспоминать. Проведя две высоты, вы разбиваете сложную фигуру, трапецию, на прямоугольник и два прямоугольных треугольника. Если посерединке прямоугольник, то у него длина и ширина должны быть равны, поэтому здесь тоже будет два. От восьмерки выкинем двойку, остается шесть. И мы эти шесть распределяем между вот этими краями, потому что трапеция равнобедренная, у нее вот эти боковушки будут одинаковыми. Получается, что по три, три и три. То есть смотрите, в сумме три плюс три плюс два мы получаем эту самую восемь. И осталось только исследовать прямоугольный треугольник. Ну, что мы можем сказать? Раз он прямоугольный и один из углов равен сорок пять, мы можем найти второй острый угол. Или вы уже сразу знаете, чему он будет равен, потому что этот треугольник примелькался. Либо просто берем и считаем по сумме углов треугольника. Сто восемьдесят минус девяносто, остаются девяносто, и вычитаем сорок пять. Значит, и второй угол тоже будет сорок пять, острый угол. А если у треугольника оказались два равных угла, то он не абы какой, он прямоугольный, равнобедренный. Этот треугольник оказался равнобедренный. И поэтому тройка это одна сторона, и вторая сторона тоже равна треугольника. Вот вам и высота. Вот мы ее и нашли. Суперстандартный прием восьмого класса. Теперь считаем площадь. Восемь плюс два десять, делим на два, это пять, и пять на три пятнадцать. Да, вижу, что такие ответы были совершенно верно, молодцы ребята. Классическая задача на вычисление площади трапеции. Просто классика жанра. Номер восемнадцатый. Задача на клетчатые бумаги. Опять же, тут может быть задача на вычисление площади по клеткам, либо найти какой-то элемент, длину, посчитать по клеткам. Здесь, казалось бы, многие взрослые смотрят и говорят, какая проста задача. Но я знаю, что тоже в этих задачах ребята делают ошибки. Во-первых, считать можно только ровными клетками. То есть, если вам нужна длина какого-то отрезка, то этот отрезок можно посчитать только если он ровно лежит на клетках. То есть, вот один, два, три, четыре. Вот длина вашего отрезка. Если как-то этот отрезок идет наперекосяк, то вы не можете сказать, что типа раз, два, три, четыре. Так не работает. Если вам нужна площадь, то площадь мы считаем количеством клеточек, которые входят в состав вашей фигуры. Целиком. Какие-то кривые клеточки мы посчитать не можем. Площадь можно искать либо формулой и высчитывать длины нужных вам отрезков, либо просто как-то эту фигуру разбивать на части, перемещать, как-то крутить, чтобы найти площадь. В нашем случае хотят просто длину средней линии. Средняя линия соединяет середины боковых сторон. Но вот тут вроде как, если провести на глаз, то вот раз, два, три, четыре. Четыре клетки. Но тут все-таки я рискую, потому что, может быть, я как-то криво эту линию провела, может быть, средняя линия вот здесь проходит. И вот правильно ребята подсказывают, что будет более безопасно вспомнить, что средняя линия равна полусумме оснований. Опять же, это формула из справочных материалов. Поэтому можно посчитать то, что четко лежит на клетках. Вот верхнее основание точно одна клетка. Нижнее основание тоже ровно лежит на клетках. Можно посчитать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И значит, один плюс семь пополам и действительно ответ четыре. Только, пожалуйста, тоже какие ошибки бывают? Иногда ребята начинают считать вот эти вот точки, типа раз, два, три, четыре, пять. Мы не точки считаем, мы считаем длину. Поэтому мы считаем именно вот эти проемы. Вот раз, вот один, вот два, вот три. То есть длину вот этой каждой клеточки. Вот именно считаем вот так вот. Не точками, а именно длину. Ответ будет четыре. Тоже задача всегда, где надо набирать балл. И я, давайте покажу, вот в прошлом году в демо-версии была вот такая задачка. Просто у вас нечто подобное будет в домашнем задании, и вот чтобы вы справились, я вам хочу показать похожую задачу. Вот в прошлом году была такая демо-версия. И смотрите, это вот одна из самых сложных, наверное, задач, номер восемнадцать. У нас изображен угол, надо найти тангенс угла. Начнем с того, что ребята вообще не любят синусы, косинусы, тангенсы. Это что-то для них типа откреститься и забыть. Если есть возможность решить без тангенсов, без синусов, они это сделают. Но здесь именно задача, где ты от них не увернешься, потому что хотят тангенс. В справочных материалах да, я говорила, что есть вот синус, косинус, тангенс, но видите, как он дан? Правильное определение звучало не А делить на Б, а как? Тангенс – это отношение, отношение – это значит деление. Чего к чему? Противолежащий катет к прилежащему катету. Просто тут очень важно, из какого угла вы смотрите. Если я смотрю из альфы, поэтому всегда, почему ваши учителя так ревностно относятся к тому, что вы, например, пишете тангенс и там пишете сразу равно, и не пишете какого угла, или там просто синус равен, там, например, 0,5. Если вы не пишете какого угла, то этот синус теряет смысл, потому что важно, откуда вы смотрите. Если написано альфа, значит, вы наблюдение ведете из альфа, и поэтому противолежащим будет А, а прилежащим будет Б. Если я поменяю угол, из которого смотрю, то у меня и тангенс уже будет равен другому, поэтому всегда уточняется угол, из которого ведется отбор. И Настя говорит прок-при. Да. Вот опять же про заграничные математики. У них на многие темы придуманы всякие такие фишечки для запоминания. Вот это вот, да, фишечка, которую я узнала. И она для англоговорящих имеет смысл, да, типа sign opposite гипотенуза, косинус agent гипотенуза, tangent opposite agent. То есть каждая буква, она подсказывает, что такое синус, что такое косинус, вот они проговаривают это слово, останавливаются на нужном, например, там вот косинусом нужен, они там как, а, ну значит косинус это agent гипотенуза. У нас таких хитростей нету, поэтому надо что-то тоже придумывать, и вот про при, про при, мне показалось, что это удобно, потому что часто путаница, что такое синус, а, по-моему, это прилежащий там гипотенуз, или противолежащий, то есть начинается путаница. А если говорим про при, про при, мы понимаем, что для синуса противолежащий гипотенуза, косинус это прилежащий, а тангенс это про при. Какие-то такие хитрости для запоминания. Обсудили, то есть для тангенса нужен противолежащий катет и прилежащий катет, но тут нет треугольника. И треугольник иногда ребята начинают делать, как им составители дали картинку, так они треугольник и делают. Так не работает, вас специально хотят подловить. Вам нужно сделать прямоугольный треугольник самим, значит ориентируйтесь на хорошие клетки и проводите так отрезок, чтобы именно прямоугольный треугольник получался. А то, что тут лишний какой-то отрезок торчит, да какая вам разница. Вот у вас угол, вот он запакован в прямоугольный треугольник, вот вы можете просчитать, сколько клеточек у вас противодержащий катет составляет, сколько клеточек прилежащий, и вот ваш тангенс 4 делить на 2, ответ 2. Классно, что для кого-то для Лео это любимая тема, эти синусы-косинусы, это похвально. Похвально. Для многих это не так. Ну что, похоже, задача будет в домашней работе, так что будьте аккуратны. И идем давайте дальше. Номер 19, это тоже геометрия, но это надо выбрать правильный ответ. Нет, читайте внимательно. Или истинное высказывание, или ложное высказывание. Тут надо прочитать и вникнуть. Вот это для ребят сложный номер, потому что многие читают и пока дошли до конца уже забыли, что там было в начале. Рекомендую изобразить то, что вам дали в виде текста. Ну, что-то, конечно, легко будет понятно, но где-то и надо нарисовать. Через точку, не лежащую на данной прямой, то есть можно нарисовать и прямую, точку, и через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, параллельную этой прямой. Конечно, можно. В чем проблема? Бери да проводи. Можно, да. Если диагонали параллелограмма равны, то этот параллелограмм является ромбом. Можно нарисовать себе параллелограмм. Вот здесь у меня диагонали будут разные. А если бы диагонали были равные? Ну, это вообще-то не ромб. Если я даже попытаюсь изобразить ромб, у ромба одна диагональ покороче, другая подлиннее. Значит, как-то что-то это не клеится. Расстояние от точки, лежащей на окружности до центра окружности равно радиусу. Да, это верно. Потому что это и есть определение радиуса. Если я беру любую точку и веду ее к центру, то это и есть радиус окружности. Это правильно. 1,3. Тоже тут без запятых, без всяких пробелов. Чисто цифры 1,3 в ячейки вписываете. Вчитываемся всегда и пытаемся ответить правильно на вопрос. Читайте внимательно. Истинные от вас хотят или ложные. На этом тоже ловят. Теперь давайте посмотрим, что там будет в номерах 1,5. Решать мы сегодня их не будем. У нас будут отведены специальные вебинары под этот номер. Ну, обычно ребята прям стонут от шин. Но мы постараемся с вами выработать какую-то простую схему, по которой эти шины без проблем будут решаться. Сейчас я решать не буду, пробегусь просто по заданиям. Обычно первый номер какой-то очень простой, там что-то выбрать из таблицы. Ну, а уже 2, 3, 4, 5, тут уже надо попыхтеть. В каждом номере нужно будет что-то считать. Есть некоторые лайфхаки, как вот там, например, в номере 5 ответить на вопрос. Но все равно надо просчитывать. Если ты понимаешь идею, да, они несложные, особенно с калькулятором. А так надо долго, мучительно считать. Но все задачи мы будем брать из банка ФИПИ, проработаем, прорешаем. Кроме шин могут еще попасться, какие там есть задачи. Ну, я тоже об этом буду говорить дальше. План местности, план квартиры, могут быть маршруты, сложные и легкие маршруты, что вот шины, печка, условно называют печка, бумага. Вот и все. Все задачи мы с вами прорешаем, проработаем, поэтому никаких вопросов у вас не останется. Нет, ребята, никаких калькуляторов не будет. В прошлом году они тоже на проект сказали, что можно будет пользоваться калькулятором, потом в середине года отменили. И для ребят это было прям шок. Они уже так рассчитывали, что они будут на калькуляторе все решать. Но не тут-то было. Все расстроились в середине года, а мы прям с вами сразу знаем, что никаких калькуляторов пока у нас не предвидится. Так что учимся решать руками, считать руками. Калькулятора не будет. Теперь про часть 2. Тут мы тоже некоторые задания посмотрим, но не все. И будем тогда уже подводить какие-то итоги нашего первого занятия. Номер 20 это какая-то алгебра. Либо уравнение, либо неравенство. Обязательно все прототипы мы с вами попробуем изучить, порешать. Я покажу вам примеры оформлений, как люди теряли баллы, как сделать так, чтобы вам поставили полный балл. Вот это неравенство. Это что-то новенькое. Вот прям в таком виде я не помню, чтобы мне попадалось задание. Но давайте просуждаем. Вообще неравенство сложное, дробно-рациональное, принято решать методом интервалов. Все, что поддается четкой алгоритмизации, это, в принципе, простые задания. неравенство дробно-рациональное, да, дробное, дробное, удобно решать методом интервалов. А метод интервалов выглядит как. Первый шаг должно быть что-то и с правой стороны ноль. Понимаете, что некоторые шаги уже могут быть выполнены. Второй шаг это всю левую часть попробовать разбить на скобки. В английском языке факторинг, да, раз факторить даже так прикольно звучит. Вот так. То есть попытайся как-то сделать скобки. Если ты это сможешь сделать, все, следующий шаг это координатная прямая, на которой ты отмечаешь нули скобок. Тут, конечно, надо помнить, что если у тебя больше, либо равно, меньше, либо равно, точки будут закрашенные. Если же строго, то будут выколоты, но знаменатель всегда выколот. Знаменатель всегда выколот. Ну, это так, конечно, выглядит как-то, как будто это ноль, еще один написан. Когда у вас расставлены нули скобок, отмечены точки, выколоты, закрашенные, дальше вы расставляете интервалы, знаки, там всякие плюсы, минусы, тоже мы будем вспоминать, как это расставлять, и в ответ пишем то, что от вас хотят. Если просили больше, больше, либо равно нуля, то в ответ вы пишете плюсы. Если просили меньше, меньше, либо равно нуля, то в ответ мы пишем минусы. Вот он четкий алгоритм. Если подзабыли, мы тоже на уроках будем это вспоминать. Иногда можно схитрить, но как бы хитрить надо тогда, когда ты смысл понимаешь того, что ты делаешь. А часто я замечаю, что смысл не очень ребята хорошо улавливают. Поэтому если сложновато, делайте по четкой схеме. Вот посмотрите, как я сделаю по схеме, хотя я могла бы тут чуть-чуть схитрить. Первый шаг справа должен быть ноль, но у меня уже этот шаг сделан, тут уже ноль, все, о чем не мучаться. Второй шаг надо расфакторить, то есть сделать все на скобки. И вот видите этот минус, он как будто бы мне мозолит глаза. Я могу в дробях его либо отправить в числитель, либо в знаменатель. Когда он перед дробью, и вы с этой дробью собираетесь что-то делать, этот минус может вас расстроить, он может вас как-то, ну скажем так, вам усложнить жизнь. Поэтому понимайте, если у вас перед дробью, вы можете отправить минус либо в числитель, либо отправить его в знаменатель. Это одно и то же. Только будьте аккуратны, когда у вас числитель или знаменатель. это не просто какое-то число либо выражение, а целый многочлен, то не забывайте, когда вы отправляете минус в числитель или в знаменатель, ставить скобки. И вот я для удобства отправлю этот минус в числитель, а знаменатель попробую разбить на множители. И тут сейчас важно, как раскладывать на скобки. Многие ребята запомнили, что если вы видите какие-то три слагаемых, то скорее всего это формула, типа х-3 в квадрате, к примеру. То есть квадрат суммы или разности. Но не тут-то было. Если вы видите квадратный трехчлен, это могла быть и не формула, это могли быть просто две какие-то скобки, которые фонтаном раскрыли, каждая на каждая. Там некоторые слагаемые посчитались, и у них получился вот такой результат. Есть правило, как раскладывать квадратный трехчлен на множители, и оно и в справочных материалах. Типа если вы видите ах квадрат плюс bх плюс с, и вам нужно это разложить на скобки, то можно действовать по вот этой схеме. Вот я даже себя помню в школе, вот что-то как-то мне эта схема, меня она что-то смущала. Я вот видела эту формулу на доске и думаю, что учитель пишет, что она хочет этим сказать. Потом до меня только дошло. то есть мы здесь, вот здесь пользуемся правилом, которое есть в справочных материалах. Но в математике вы должны не думать, что математика это просто какие-то наборы правил, которые надо зазубрить и все. Тут есть логика. Кто-то раскрыл скобки, у них получился такой результат. И если вы можете это сделать подбором, просто догадаться, мне кажется, что это был xx, возможно, это было действительно, вот как подсказывают мне, возможно, это было минус 8 и плюс 1. То есть я могу разгадать, ребята, вспоминайте свои, там, не знаю, первый, второй класс, вы все решали прекрасно по математике, потому что вы относились к этому как к ребусам, которые вы любите. Здесь никуда ничего не испарилось, это тоже ребус. Догадайся, какой фонтан раскрылся, чтобы получился такой результат. Да, пожалуйста, вот, мне не нужно сейчас это правило. Представьте, что я буду раскрывать x квадрат плюс x минус 8x плюс x минус 8x это и есть минус 7x и минус 8. Все разгадано. Если вы потренируетесь, вы научитесь это разгадывать, и если вы к 11 классу это будете быстро уметь понимать и делать, то вам это очень поможет. И вот, когда я все разложила на множители, далее я могу на координатной прямой отметить нули скобок, нули скобок это когда при каком x каждая скобка дает ноль. Если здесь нет x, то тут нет нулей. Вот здесь x именно если я восьмерку подставлю, даст ноль. То есть восьмерка выкалываю, потому что это число из знаменателя и минус единица тот x, который обнуляет эту скобочку. Далее идут интервалы и чтобы определить знаки в интервалах, мы берем какое-то число из правого интервала. Берите что-нибудь побольше. Вам же самое главное не просчитать, а знак понять. Пусть я возьму число 100 и подставлю во все свое неравенство вместо x эту сотку. Будет минус 12 разделить на 100 минус 8 100 плюс 1. Я считать это тоже не буду. Зачем мне 100 минус 8 считать? Я понимаю, что это плюс будет, что-то положительное. 100 плюс 1 это что-то положительное. И вот минус 12 делится на что-то положительное. Результат будет отрицательным. Ведь я минус делю на плюс. И дальше, если нет никаких повторов корней, будет чередование. Следующий шаг это выписать ответ. Мне надо меньше либо равно 0, значит я выписываю то, что у меня под минусами. И мой ответ x принадлежит от минус бесконечности до минус 1 и от 8 до плюс бесконечности. Сделано. По оформлению. На самом деле тут если вы решаете этим методом никаких доп слов не понадобится. Вот все четко будет математически записано. Само условие потом переписано таким образом в виде скобок. Это не преследуется законом. Если вы могли это сделать в уме, да пожалуйста. Координатная прямая, когда у нас написано, вы берете число из правого интервала, любое, вот что-то больше 8. Я выбрала 100. И я это число введу в свое неравенство и подставляю вместо x. Вот я это сделала. Вот мое 100 приехало сюда. Оно было подставлено в каждый x. Это все делается в уме. Не нужно это писать на чистовике. Когда я подставила сотку, я просто вычисляю по знаку, какой был бы результат. Минус 12 я делю на положительное число. Если минус поделить на плюс, я получаю результат отрицательный. Поэтому первый интервал с минусом, а дальше чередование, так как нет повторов корней. То есть подстановка числа из правого интервала. Метод интервалов мы будем с вами повторять, когда будем работать с неравенством первой части и второй части обязательно. Вот так это работает. Это не самый простой номер, который может быть в номере 20. В номере 20 есть и попроще. Гораздо проще задание. Да, результат будет весь отрицательный. Если мы взяли 100, мы подставляем во всю дробь и высчитываем, какой будет результат. Вся дробь вместо иксов подставили, но все посчитали. Посчитали не результат, а именно знак результата. А дальше чередование. Да. Все? Разобрались. Давайте двигаться дальше. Я номер 20 мы решили. В номере 21 я просто покажу, скажу, что там вас может ждать. Номер 21 это какая-то текстовая задача. Нужно будет подробно решение написать. Это может быть что-то на концентрации, на смеси сплавы. Может быть это задача на движение, задача на работу. То есть тут какая-то текстовая задача. В номере 22, это считается сложный номер, номер 22, прям вот в самом конце за него надо браться, это график. Хоть и в этом году более лояльно проверяли, но все равно достаточно сложно так все сделать и оформить, чтобы тебе за задание поставили скажем так два балла. Номер 23 это будет геометрия, но относительно простая. Это вычислительная геометрия, это уже классно. Были случаи, ребята такие смешные иногда, говорят, я решил задачу, но не сделал чертеж. Это нереально просто. Сразу подозрение, что что-то где-то было списано. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны, здесь нужен чертеж, желательно написать дано, найти решение, то есть подробное решение этой геометрической задачи. Все, что ты делаешь, чтобы найти нужный элемент, надо расписать. Ну, давайте, может быть, эту задачку посмотрим. В прямоугольном треугольнике А, Б, С, чертеж не делайте маленьким, я знаю, многие этим грешат, такой чертеж делают, там вообще ничего не видно, непонятно. Обязательно называйте так, чтобы все соответствовало описанию. Если говорят, что прямой угол С, значит, он вот здесь будет С. Если говорят, что вот Б, С, 8, ну, постарайтесь правдоподобно сделать. Я тот катет, который по длине сделал, вот Б, С, а здесь С, будет 6. Найдите медиану СК. Медиана, это у нас отрезок, который приходит, выходит из вершины треугольника, угла треугольника и приходит к середине противолежащей стороны. И вот надо будет эту медиану ЦК найти. Кирилл, прекрасно, ответ 5, это правильно. Что мы здесь будем использовать? Если мы рассматриваем треугольник А, В, С, когда что-то собираетесь делать, об этом надо написать. Я сейчас не пишу дано найти решение, сразу начинаю решение. Об этом надо написать, что вы работаете, например, с треугольником А, В, С прямоугольным. Чем вы будете пользоваться? По теореме Пифагора, например, да? Когда вы хотите применить какое-то правило либо теорема, вначале это сформулируйте в виде букв. Только не С квадрат равно А квадрат плюс Б квадрат, а вы с конкретным треугольником работаете. У него нету А маленького, В маленького и С маленького. Поэтому пишем в буквах своего треугольника. Вот мой АВ квадрат равен ВС квадрат плюс СА квадрат. Это и есть арима Пифагора. Дальше уже можно подставить числа 8 квадрат плюс 6 квадрат. АВ квадрат равно 64 плюс 36. Это будет 100. И отсюда тогда вывод, что АВ равно 10. В геометрии вы можете пользоваться вот этим значком, следовательно, потому что это как замена слова, следовательно. В алгебре не используйте эти причины. Вот эти вот вещи не используйте. Сокращать слова, ну какие-то общеизвестные можно, типа Т, теорема, прямоугольный, треугольник значком писать, но пишите так, чтобы было понятно, потому что иногда такие сокращения, что только вам они ясны. Вообще можно, конечно, сократить. Смотрите-ка, АВ мы нашли, это будет десятка. Это первый шаг в нашей задаче. Мне очень нравится, когда ребята нумеруют свои шаги. Вот первое, это я по тереме Пифагора что-то там нашел, а дальше, что мы понимаем? СК, это медиана, она равна половине гипотенузы. Можно это объяснить словами. Медиана, то есть как бы ты правила формулируешь, то, которым ты будешь пользоваться. Медиана прямоугольного треугольника, проведенная к гипотенузе равна половине гипотенузы. Доказывать это не нужно. Вы можете просто сразу этим правилом здесь воспользоваться. Половине гипотенузы. И поэтому подставляем наши числа ЦК равно половинке от десяти. То есть наш ответ будет пять. Если тут не было сантиметров, вы их не придумываете. Вот у нас получилось пять, ответ пять. Все. Ничего, никаких единиц измерения от себя не дописываем. Ну это такой пример достаточно простой задачи. Но все равно вот она хоть и простая, но вот это правило вылетает из головы про то, что медиана равна половине гипотенузы. Поэтому уверена, что если бы дай эту задачу на реальном экзамене, на ней бы тоже были ошибки. Вот вам еще два балла. Номер двадцать четыре и номер двадцать пять. В двадцать четвертом номере это задача по геометрии нонодоказательства. Вот знаю, что многие ребята эту задачу не любят, потому что не совсем понимают в этих задачах что и как находить, что решать, потому что здесь не надо ничего посчитать. Здесь надо что-то доказать, а с доказательством всегда как-то скользко. И номер двадцать пять это сложная вычислительная задача. Скажем так, ее оставляем на потом. Всегда, если вы уже все до этого решили, до номера двадцать пять, тогда уже беритесь за номер двадцать пять. У нас будет отдельный урок посвященный этому номеру. Но я всегда говорю, что если вы понимаете, что вам и двадцать третье сложновато, лучше не тратить время на номер двадцать пять, лучше вы поработайте с заданиями до двадцать пятого номера. Ну что, ребята, вот мы с вами посмотрели демо-версию. То есть она по структуре, экзамен, остался таким же, как и в прошлые годы. Ничего не поменяли, ничего не... Слова можно сокращать, но, Кирилл, так, чтобы было понятно, что ты имел в виду. То есть если ты там, например, типа тр-треугольник, лучше ты значок напиши треугольник. Там типа ТП непонятно, пишем теорема Пифагора. Если ты теорема Т сократил, то тут, конечно, проблем нет. Или там еще какие-то слова. Если ты понимаешь, что тебя могут не понять проверяющие, лучше ты напиши полное слово. То есть конкретно, да, про какие там. Если ты напишешь то есть или там следовательно, вот так можно сократить. вообще не рекомендуется, например, РМЭ, да, рассмотрим. Я сама вот часто грешу тем, что так пишу. Не рекомендуется, лучше писать рассмотрим. То есть вот это вот не приветствуется, да, или равнобедренный тоже как-то не приветствуется. Лучше написать словами. Равнобедренный треугольник. Там соответственный угол, лучше подробно написать или там накрыть лежащие. Я сама вот так люблю сокращать, но вот как-то это не приветствуется. Поэтому лучше писать развернуто. Доказательства, да, можно так сократить, конечно, не проблема. Это вас поймут. Само собой. Еще есть такое, такая у меня есть рекомендация. Конечно, хоть когда вы и решаете варианты ки. У вас написано, что задание переписывать не надо, но вот в геометрии, например, я иногда ребятам рекомендую переписать условия задачи в чистовик, потому что, когда вы получаете потом сканы, вы, например, начинаете спрашивать у меня, можно ли подать на апелляцию, а я, например, условия вашей задачи не знаю. И вы его уже смутно помните. Вы смотрите на свою данную, у вас там оно может быть неполное, или вы неправильно что-то записали. А когда вы переписали сам текст задачи, мы на скан смотрим, и у вас условия есть. Я понимаю, какая задача была, и могу сказать, а вот посмотри, ты там ошибся. Или, например, увидеть, что да, действительно все правильно сделано, давай-ка подадим на апелляцию. Ну что, ребята, как я уже сказала, структура экзамена не поменялась. Все, как и было раньше. Поэтому, ну что, начинаем с этого момента усиленно работать. Мы будем по каждому номеру отдельно идти и все разбирать. Уже в эту пятницу у нас состоится практику. Практику. Значит, смотрите, основные занятия, это когда мы берем конкретно, например, номер 6 и все прототипы из банка ФИПИ решаем, разбираем. Только посвященный день этому номеру. Потом вы по этому номеру делаете домашний. Практику, это когда мы тренируемся решать, например, первую часть или какие-то конкретные задачи, но какой-то блок. Например, в этот практику мы будем решать алгебру первой части с номера 6 до номера 15 тренироваться. Потом, следующий понедельник 16 числа мы беремся за номер 6 и прям усиленно по нему идем, все прототипы разбираем. Когда вот вы заходили на вебинар на сайте Тьютор Онлайн, вы могли видеть, что у вас там все темы в столбик написаны. Вот можете проследить, как мы будем идти. Очень вас прошу, не откладывайте в долгий ящик домашки. Вот прошел урок, идеально, если вы прям сразу запускаете домашку и решаете или, не знаю, там, поели, отдохнули и занялись домашним заданием. Сразу же по горячим следам. Если у вас какие-то вопросы возникают, чат, телеграм, пишите мне, спрашивайте, но у вас, если вы домашку решаете, у вас что-то не получилось, там где-то неправильный ответ вам показала система, открывайте, видеоразбор и смотрите, как надо было решать тот или иной номер. Если уже и там непонятно, то будете у меня спрашивать. Практикум где-то час, ну, смотря какие задания, пока мы будем идти по первой части, это где-то практикум будет час длиться. В 16.00 по Москве где-то часик. Когда мы будем уже задания второй части решать, там уже эти практикумы могут быть чуть-чуть подлиннее. Пока у нас проработка первой части будет. Основные занятия будут по полтора часа. Ребята, если вы еще не на нашем курсе, еще думали, то вот, пожалуйста, вам промокод курс25. Берите, применяйте и подключайтесь на наш курс. Будем готовиться, усиленно заниматься для того, чтобы экзамен сдать на 5. Вообще формат курсов очень удобен. Почему? Потому что иногда вот когда занятия индивидуальные с репетитором, мне вот иногда кажется, что топчешься на месте. Когда у тебя курс, у тебя тогда все четко идет по плану. Вот запланировано именно в таком порядке так и будет. А для того, чтобы это не было, что мы прошли тему, потом следующую, следующую, а вы все предыдущее забывайте. Вот эти практикумы и придуманы. Мы прошли несколько тем, а на практикумах мы эти все темы отрабатываем. Поэтому очень удобно в таком формате заниматься. Ребята, ну что, все, на сегодня я буду вас уже отпускать. До встречи в пятницу. Спасибо за внимание. Спасибо, что вы подключились на наше занятие. Если вы еще не в чате Телеграм, но уже на курсе, то в Телеграм обязательно подключайтесь, присоединяйтесь. Я буду периодически туда кидать задания, всякие такие интересные в виде опросов для того, чтобы вы тренировались. Ну что, все. Тогда хорошего вам всем вечера. Увидимся. Пока-пока. Продолжение следует...